В первые дни отопительного сезона без тепла остались 15 многоквартирных домов в Гусь-Хрустальном и Коврове. Котельные в Муроме, а также две школы в поселках Барсово-Киржайческого района и Голицы-Горховецкого. На время капремонта дети из этих школ переведены в другие учебные заведения. Всего специалисты управления Ростехнадзора сделали муниципальным образованием области 388 замечаний, 259 недостатков уже ликвидировали. До 1 ноября планируется устранить еще 41 предписание. Тем не менее, остаются проблемные вопросы, требующие внимания и контроля незамедлительно. Так, в Струнино из 25 выданных предписаний закрыты только 8. Еще 17 смогут быть устранены до 1 октября следующего года. Аналогичной ситуации в Муроме до 1 октября 2023 года будут сняты все имеющиеся предписания надзорного органа. На 17 котельных и в трех центральных тепловых пунктах. А в ближайшее время должен решиться вопрос с реконструкцией котельной в Муроме. Напомню, в январе в котельной обрушилась крыша, без тепла остались 33 жилых дома, 2 детских сада и 23 административных здания. После этого было принято решение о полномасштабной реконструкции котельной. На сегодняшний день полностью собран металлический каркас котельный, начат завоз с эндочепанелей на строительную площадку. Завершение работ по монтажу крыши, стены, цокольной части планируется до 12 октября. Дальше начнется монтаж электрики, муровка котлов. Полностью завершиться реконструкция должна уже к 20 октября. А пока, чтобы жители не замерзали в своих домах, смонтировали временную схему. Было проложено 270 метров тепловых сетей. Продолжение следует...